Друзья, всем привет! Добро пожаловать или с возвращением на канал DD Players 8.1.3. С вами сегодня Данил. И Даша. Сегодня у нас интересный, я надеюсь, формат ролика. Ну, в общем, как? В Call of Duty Black Ops Cold War с помощью серии очков с курс-триков можно запросить поддержку самолета вертикального взятой посадки, сокращенно SVVP. Перделка. Да, Дашка его называет Перделка. Ну, потому что он издает для нее соответствующий звук. Пердик. Да. Факт в том, что им можно управлять. И вот, вы не задумывались, что это за самолет. Я просто думаю, что очень многие наверняка назвали этот самолет бегло Харриером. Но это первое, что приходит в голову, когда вы слышите термин SVVP. Но это не так, потому что Харриер выглядит вот так. А здесь у нас на самом деле советский палубный штурмовик Як-38. По натовской классификации Forger A, то есть расшифровалось как фальшивомонетчик, фальсификатор или кузнец. Это первый советский по-настоящему палубный штурмовик. При этом это первый в СССР серийный самолет вертикально взятой посадки. Самолет был оснащен одним подъемно-маршевым двигателем и двумя подъемными двигателями, расположенными за кабиной летчика. Также на нем была установлена уникальная система автоматического катапультирования летчика при аварийных ситуациях. То есть двигатель вышел из строя, система считает эту опасность и автоматически без ведома пилота его отстреливает. Он то есть сам не знает, что его сейчас катапультирует самолет? Правильно я поняла? Да, это может быть такое, но я тебе даже конкретно один курьезный случай расскажу. Спасибо. Да, главное, что в истории советской и вообще российской авиации в подобных случаях более не упоминалось именно автоматическое система катапультирования. Як-38 способен атаковать наземные и надводные цели в любое время суток. Зона действия составляла всего лишь 250 километров. В случае необходимости Як-38 мог также атаковать воздушные цели в светлое время суток. Все вооружение размещалось под крылом на четырех балочных держателях, каждый из которых способен нести боеприпасы массой до 500 килограмм, а общая максимальная боевая нагрузка составляет 1000 килограмм. Всего было построено 231 самолет различных модификаций в период с 1974 по 1989 годы. Серийный выпуск машины осуществлялся на Саратовском авиазаводе. Самолеты в состав авиагрупп могли базироваться на авианесущих крейсерах проекта 11-43. Конкретно это были Киев, Минск, Новороссийск и Баку. Так вот, про курьезный случай, Дашка. Получилось так. На испытательном полете самолет находился в вертикальном режиме, то есть он завис над землей в 70 метрах, и внезапно, без предупреждения, летчика отстрелил окон катапульты. Ага, он приземляется, и первым делом, что он хочет узнать, где же находится его самолет? А где он находится? А самолет был в воздухе. То есть самолет, выработав все топливо, только тогда начал снижаться. Ну, потому что у него уже подъемной силы не хватало из-за отсутствия топлива. И он сел где-то в поле. Ничего себе. Вот такая забавная авария получилась. Офигеть. В СССР было всего два авиационных полка, на вооружении которых состояли Як-38. Это 279 и 311. Оба этих полка формировались в Крыму, на аэродроме Саки, а затем убывали к местам постоянного базирования. Самолеты Як-38 на экспорт не поставлялись. После распада СССР большая часть самолетов отошла России, но несколько самолетов Центра подготовки летного состава морской авиации достались Украине. Сейчас я процитирую статью из Википедии. Большой сложностью в пилотировании Як-38 был психологический барьер у летного состава. СВВП может летать как самолет и как вертолет. Далеко не все могли освоить эту машину. Еще в строках интернета бродил такой стишок. Не знаю, правда это или нет. Якобы его придумали летчики этого самолета. В общем, в небе реет грозный Як. Як опалу бухуяк. Не знаю, правда ли нет, были ли эти строки, имели ли они место в истории, но я думаю, это не безосновательно, потому что Як-38 довольно быстро стал лидером советской авиации по числу аварий, хотя жертв благодаря системе автоматического катапультирования было не так много. За все время эксплуатации Як-38 всех модификаций произошло 11 катастроф. Две с испытателями и девять со строевыми летчиками. В общей сумме погибло 13 человек. А всего вследствие аварии катастроф потеряно 48 самолетов из общего числа парка. Последняя катастрофа произошла 25 июня 1991 года на аэродроме Саки-4. При взлете после отрыва произошло самопроизвольное открытие откидной части фонаря кабины. Остекление фонаря разрушилось и осколки попали в воздухозаборник двигателя. Двигатель загорелся и руководитель полетов дал команду на катапультирование. Летчик попытался катапультироваться, но при открытом фонаре кабины этого не получалось. Летчик попытался аварийно сбросить фонарь, блокировка ему это не позволила. И самолет получается горячим факелом оторвался на несколько метров от взлеты полосы, перевернулся и столкнулся с землей. В момент столкновения фонарь кабины оторвало и только тогда сработала катапульта. То есть практически вогнав пилота в землю. Летчик погиб и катастрофа послужила формальным поводом для прекращения эксплуатации парка Як-38. Жесть, да? Угу. К концу 1989 года выпуск самолетов Як-38 был прекращен, а уже в июле 1991 года вышел приказ командующего ВМФ СССР о приостановке эксплуатации Як-38. В 2004 году Як-38 был официально снят с вооружения ВМФ. К тому моменту на базах хранения и разделки авиатехники уже практически закончилась в буквальном смысле слова варварская утилизация. Итак, в игре Call of Duty Black Ops Cold War мы можем вызывать этот самолет за 7000 очков. Вызывать его могут исполнители как НАТО, так и ОВД. Ну понятно, почему ОВД может и использовать, потому что это советский самолет. Но почему его могут использовать на стороне НАТО? Понятно, что в игре всегда есть место вымыслу и воле фантазии, но все же ради интереса давайте немного попридираемся. Еще раз, почему НАТО может использовать в игре советский самолет? Можно было предположить, что НАТОвцам попал трофейный, угнанный самолет. Однако, как уже говорили, на экспорт самолет не поставлялся. В боевых действиях Як-38 участвовал лишь в Афганистане во время операции РОМ. Это была операция, спланированная командованием ВВС СССР по личному указанию министра обороны Устинова. И была проведена в период с апреля по июнь 1980 года. Целью операции было проведение специальных испытаний опытной авиатехники в боевых условиях, которые сложились во время войны в Афганистане. Там испытывались штурмовики Су-25 и вот как раз палубные СВВП Як-38. Все полеты документально оформлялись как испытательные. Яков было 4 штуки в этой группе. Один самолет из-за технических проблем на взлете получил повреждения. Летчик с травмой позвоночника был отправлен обратно в Советский Союз. Поврежденный самолет Як-38 был отремонтирован на месте с силами личного состава. А после операции все 4 самолета были отправлены обратно в Крым. Таким образом, исключается возможность того, что Як-38 попал в НАТО как трофей. Какой может быть еще вариант? Например, советский летчик на Як-38, который тайно работал на ЦРУ. Вот прямо как в сюжетной ветке игры, где у нас попадался персонаж Дмитрий Беликов. Только он там управлял не Як-38, а Ми-24. Однако это может звучать более-менее правдоподобно. НАТО вызвало советского пилота на Як-38, и он им втихаря помог. Тем более, что примеры предательств в рядах ВВС СССР имеются. Ну, далеко ходить не будем. Самый известный летчик Беленко, который угнал в 1976 году советский истребитель МиГ-25 в Токио. Да? Ну, сейчас признай, ты как-то прям заинтересовался. Я удивлена от вас. Ну и, наконец, почему в игре применялся именно Як-38, а не тот же самый АВ-8 Харьер 2? Сейчас говорю, внимание, свое мнение. Причиной этому, на мой взгляд, являются так называемые права на использование марки. То есть, есть так... Так, например, производители армейского внедорожника Хамви выразили претензию создателям Call of Duty Modern Warfare 2. За то, что они без их разрешения использовали модель военного внедорожника в игре. Да? Да. И в итоге, вот, в недавнем ремастере Call of Duty Modern Warfare 2 ремастерят, мы видим машину, которая похожа на Хамви, но это не Хамви. То есть, немного извращенный Хамви. Вот так. И вот, самолет АВ-8 Харьер, он является действующим самолетом, который по-прежнему эксплуатируется. В частности, его применяет Корпус морской пехоты США. И, ну, как вы понимаете, применение марки привело бы, наверное, опять к тому, что потребовалось бы куча разрешений, заплатить за использование марки. Ну, а тут, пожалуйста, есть вариант Як-38. Самолет, который чем-то похож на Харьер. Снятый с вооружения страны, прекративший существование в 91-м году. Ну, согласитесь, так намного проще. Повторяю, это мое мнение. Если у вас есть свои мысли по этим вопросам, или вы знаете, в чем дело, то просим вас, поделитесь своим мнением в комментариях. Просто интереса ради. Ну, а на этом все. Надеемся, что такой формат видео вам понравился. Как всегда, по традиции, поддержите наш канал лайком. Подписывайтесь. Нам это реально очень важно. И до новых встреч. С вами был Данил. И Даша. Канал DD Players 813. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok